Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Рома Капаклы так не обсудил со своей мамой отношения с Мариной Африкантовой. Дело не в Марине, просто у него с мамой нет доверительных отношений. Зато всем другим родственникам он о ней рассказал. И в следующий раз они обязательно полетят в Питер вместе. А Рай Чебанян считает, что Александра Шева исправилась. Ребята будут общаться и смотреть, что из этого получится. Иосиф Аганесян готов простить Сашу Черно. Он хочет реабилитировать отношения и дать ей еще один шанс. Ольга Бузова получила награду «Лучшая исполнительница года» по мнению детей. «Эта награда самая бесценная, пишет Бузова. Ее не купишь ни за какие деньги». Дарья Пынцарь рассказала о фильме, в котором она снималась. 9 мая следующего года комедия выходит в прокат. А без фотошопа на Дарью Пынцарь совершенно невозможно смотреть. Многие винят в этом злоупотребление косметическими процедурами и уколами красоты. Кевин Кузнецов сдал с потрохами Андрея Денисова. Когда ребята возвращались в Сейшел, Андрей принял очень много горячительных напитков. И Кевин буквально тащил его на себе. Точно такая же ситуация была, когда Штрих летел на остров. Бузова объяснила, почему Рома Гриценко не подходит ей. Его рост всего 1,88 м. У Бузовой рост 1,78 м, но она часто надевает 16-сантиметровые каблуки. Программу «Бабий бунт» многие зрители Первого канала назвали самым главным разочарованием года. Программа получила самые низкие рейтинги. В сети говорят о том, что проект закроют. Недоброжелатели Бузовой ликуют, ее выгнали с Первого канала. Андрей Чуев женился. Его избранница – 19-летняя Вика Морозова. Как говорит Чуев, девушка простая, без понтов, а она всегда работала без выходных, продавщицей на рынке садовод. Вика приехала в Москву из Украины в 14 лет. Она первая женщина, которая не выдвигает никаких требований к свадьбе. Она всего лишь хочет, чтобы Андрей был рядом с ней. Саша Гойзиас и Костя Иванов рассказали на Первом канале в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле» о своем расставании. И, как оказалось, их отношения разрушила Наталья Штурм. Женщине 51 год, и детектор лжи показал, что Костя изменял Гойзиас именно с ней. Сама Саша тоже оказалась не без греха, она также была уличена в неверности. Вика Романец сделала новый татуаж, она похвасталась им в сети. Она получила шквал критики и насмешек. Бывшая участница «Дома-2» Мария Политова пропала без вести в Москве. У девушки были проблемы с психикой, она пила серьезные антидепрессанты. Надежда Ермакова паникует из-за последних событий, которые происходят за кадром «Дома-2». Ей срочно понадобилась консультация юриста по Трудовому кодексу. Скорее всего, глобальная чистка, которая происходит в рядах руководства «Дома-2», коснулась и Надю. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. «Дома-2» на канале ТНТ.